Депутата Саирова атаковали комары. Во время поездки по Курчумскому району, что на востоке страны, мажоресмен оказался в самом центре нашествия. Жители села Буран вынуждены спасаться от мелкого вредителя каждый год. А вот народный избранник, похоже, даже не предполагал, что в таких условиях можно жить. Вот такая картина предстала перед Ерланом Саировым в приграничном селе. Местные жители предпочли бы не выходить на улицу ни днем, ни ночью. Но тогда кто будет заниматься хозяйством? Полчища комаров атакуют и людей, и животных. Спасаются сетками, мазями и дымовыми кострами. Кто может предпочитать на весь летний период, покинуть село, а кто-то бросает все и уезжает навсегда. Долгие годы насекомых тут не травили. С недавних пор обработка возобновилась, но очевидных результатов нет. Хотя в позапрошлом году на борьбу с кровопийцами потратили 17 миллионов, а в прошлом 27 миллионов тенге. Напали комары и на группу депутатов, которые ездят сейчас по регионам. Мажоресмены дали слово помочь. Летом в этих местах, честно говоря, жить невозможно. Вы и сами видите, как их много. Это даже вполне можно называть чрезвычайной ситуацией. И народ именно эту проблему считает самой главной летом. Мы начнем заниматься этим делом. Я думаю, нужно провести какие-то научные исследования, чтобы понять, почему так расплодились комары-мошка. Население говорит, что в советское время здесь проводили обработку самолета. Ежегодно по берегам Иртыша делали очистку. Так что этим вопросом мы обязательно займемся.